Итак, друзья, я вновь всех приветствую, с вами Слэм, это Киберарена, общение в чате Киберарена ТВ, группа в Стиме, вк.ком.сссл.тв, официальный паб, Старладдера и всех трансляций севентов. Итак, ну что, мы здесь пока что видим разбор от НИПов на улице, приём команды Вэри Геймс, они начали играть свой пистолетный раунд и попытались отпушить НИП по улице. Мой прогноз на этот матч 2-0 по картам в пользу команды НИП. Я вообще считаю, что Вэри Геймс суммарно, наверное, возьмут где-то 22-23 раунда за 2 карты и, может быть, даже порадуют нас 25 раундами, но 30 они точно здесь не выникнуты. НБК, 1 в 2, игра на Аппленте, без поставленной бомбы. Ну, на танчик давай, опачки, игра 1 в 1, это уже интересно, остался товарищ Гзист против НБК. Не, ну я бы здесь не волновался за НБК, если бы против него остался Фифлар, но он бы затащил. Но Гзист парень резкий, меткий, как пуля дерзкий и пока что его манцуют за красным. Посмотрите, он нормально манцуется. О-хо-хо-хо, вот это, конечно, кабина была просто. Кабина от НБК, 1-0 в пользу Вэри Геймс и первый раунд. За ними 2-ка раунда следует, конечно же, сейчас от шведской команды. Ну вот абсолютные чемпионы НИП в Counter-Strike Global Offensive на данный момент. Вновь мы видим ту же самую картину, которая была на DreamHack, на DreamHack Valencia, на Electronic Sports World Cup. И все ждали этого матча, все жаждали увидеть этот незабываемый и безумный трэш, который произойдет тут. Есть, конечно, такая вероятность, что Вэри Геймс попытаются сыграть на победу. Но если они начнут тащить, то, конечно же, мы будем только рады. Я думаю, я тоже буду рад, несмотря на то, что уже позднее время. За низкое качество комментария, кстати, извиняюсь, оно качество, возможно, еще потеряется. Потому что все-таки с утра до ночи сидеть это жесть. Это жесть в студии ждать этого ивента. Опять же, вот на такие турниры надо ездить, чтобы четко комментировать. Вообще четко и правильно, красиво работать можно, когда... Тогда только, когда ты находишься на месте проведения. Но, тем не менее, мы стараемся делать хорошо. Хорошо, чтобы нравилось. Ну, а тут проход по улице от ВГ. Опять они играют тот же самый раунд против Эка. В принципе, они все раунды против Эка разыгрывали по улице. Но вот сейчас, как видим, кабину неплохую залепил Форест. И велика вероятность того, что Кристофер Эллисун сейчас вгрузится в раздачу няшек-вкусняшек. Но пока что его задача тусоваться на будке. Но как мы видим, что НБК вышел рамп, Кенни с улицы. Его там контролируют. Ниппы не потеряли на одного игрока. Потеря двух игроков у Нипп... Ой, как просто НБК сломал сейчас под девяткой Линдберга. Это жесть. Но Фрайберг в итоге ответил. Сразу же деглом. Ситуация 3 в 2. И из девятки выходит первый игрок нападения. Гидрайт, посмотрите, что делает. Сейчас, кстати, будет минус на улице. Скорее всего, если Фифларен успеет по таймингу зайти и не запустить в мейн игрока атаки. Но он его запускает. В итоге есть один игрок на А. И ждем реакции от Гидрайта. О-о-о-о! Вот это кабина! Вот это привлез в 9! Давай, дави, Гидрайтушка! Ну, задефузит бомбу. Поставит себе МВП, друзья. 10 секунд на дефуз, без дефуза играют. Ну и, как видим, НИП переворачивает команду Вэри Геймс. Их взяты первый пистолетный раунд. И все усилия были приложены напрасно. Потому что бонусов они не наберут. В виде двух раундов и два раунда эко от НИПов мы не увидим. Гидрайт с дробовиком жесток, однако. Стоит это отметить. Но от НИП мы здесь будем видеть интересную игру. Опять же, я постараюсь обратить внимание ваше и свое на какие-то фишки. Может быть, увидеть немножко больше, чем обычно. Вообще, знаете, вот финальные матчи, финальные матчи, их надо всегда разбирать. Я пришел к такому выводу, что... Ну да, посмотрели, покомментили, как бы, да. Но вот подробный анализ, опять же, встречи только после просмотра демки. Потому что посмотреть его надо будет раза два. В первый раз нужно понять, какие схемы использовали команды по расстановке. Ну, а вот второй просмотр демки обычно у меня заключается в том, что я смотрю все гранаты, которые дают эти команды. Ну и Вэри Геймс пока что идут отдаваться на Кефларна. Это его звездный час. Сел, зажал, скилл не показал. Но Линдберг спас положение и с одним разменом заканчивают НИП этот раунд. И сейчас давайте смотреть на экономику команды Вэри Геймс. Там сейчас вообще все замечательно по бабкам. Будет закупка, конечно же. Сыграют оружейку. НБК. 6 тысяч. Так, закупился. Закупился достаточно жестко. АВП вроде бы я не наблюдаю. Да, на 5 АК. На 5 АК будут играть французы. Достаточно странное решение. Просто я считаю, что эта команда может использовать Кенниса очень-очень твердый. Посмотрите, что они делают. Ну, конечно, Вэри Геймс. Зачем у нас... Вэри Геймс, я уверен, у Вэри Геймс где-то 15 нашифровок, как бы, да. Кейс Гоу. На карте Денюк. Но играют они почему-то один и тот же раунд по улице. Но пытаются... Вот пытался там пройти по 9 экзистенсам. Он сразу кабину проломил Гидрайт. Гидрайт не успокаивается. Господи, Гидрайт! А-ха-ха! Что ты делаешь? А-ха-ха! Прекрати! А-ха-ха! А-ха-ха! Вот это да. Вот это Кристофер. Вот это Элисунд. Вот это Швеция, друзья. Ну и пока НИП, в принципе, по-жёсткому, по-жёсткому расправляются с Вэри Геймс. Они бреют их девайс на раунд. При том, что вроде бы даже... Вроде бы даже, как бы, и шансы были здесь сыграть этот девайс на раунд по улице. Но они пошли почему-то очень быстро. Как-то отчаянно. Знаете, это реально, ну вот, на пороге отчаянности всё выглядело. Ну и НИПы в итоге получают преимущество. 3-1 убивают экономику на один раунд у соперника. ОБГ, в свою очередь, покупает по 250. Кто-то остаётся с глоками. Сейчас попытаются сыграть эко-раунд. Ну вот, контр-продуктивно сыграть они. Да и вообще, продуктивно они не смогут сыграть их за контр. Это, опять же, контр-продуктивно будет действовать сейчас НИП. И постараются сразу... Да, вот, фул демейдж хотят дать с гранат. Сразу пробрасывают упорно. А Вэри Геймс же пытаются сыграть вновь в четвером по улице, оставляя одного НБК. Ну, по факту, расстановка сил такая же, что и... Один ХП, кстати, снимает флешка, когда врезается в тело. Вот что я заметил. РПК минус Фрайберт. Улицу попытались занять сейчас. Ну вот, опять Гидрайт. Опять что ты делаешь? Опять прекрати. Ну вот, прекратил Гидрайт. Его уволил Смитс. Улица за атакой. И сейчас Дигл от Смитса может здесь остаться ни с чем. Нет, всё-таки Дигл выжил. И это хорошо. 3 в 3 ситуация. Создали напряжение по улице. Вот главное не отдаться Мэйну. Ну вот, только я об этом сказал. И в Мэйне падает Кейнис. Один из ключевых игроков в данный момент. Есть инфакт, кстати, по НБК. То, что он сейчас в канал как бегает. Ну вот, как видим, здесь НИП как раз-таки не смотрит коридоры. Бомба просто лежит прямо вот тут. Кто не понял, вот она лежит, мигает. Ну и выход здесь будет блочиться. Ну вот Форст. Пошёл и растерзал просто НБК. Не дав ему вообще никакой возможности даже посмотреть на эту бомбу. Это жесть. Это жесть. Ну и отхватывает у нас, конечно же, Смитс в девятке. Который почему-то... Смотрите, как он. Погиб. Погиб. Крепкие мышцы в этой модельке оказались. 4-1. Три раунда преимущества за командой Низи в пижамах. И пока что абсолютные чемпионы отстаивают свой титул. По-моему, очень даже здорово. Ну вот Вэри Геймс, чтобы... На самом деле, чтобы Вэри Геймс как бы обломить команду НИБ, да, им нужно сыграть просто по-умному. Вернее, даже не просто по-умному, а просто попытаться сделать то, что никогда не делалось. Вот именно, знаете, на лане есть такая штука, когда ты... На лане надо играть вообще всегда так, как ты никогда не играл. Вот сейчас этот рандом бы, да, какие-то... Вот как сегодня сыграли те же самые словаки, да. Какой у них был жёсткий стиль игры в защите. Как они, Аркадий, или этот парыч из The Nation просто шли потом на длину, как миленькие мальчики, и подыхали от парапета. Вот здесь, может быть, можно сделать так же. Вэри Геймс могут так же напрягать. Пока что минус в Райберке есть в исполнении Вэри Геймса. Они играют снова 4 улицы, занимают, опять же, низ. Обратите внимание на Гидрайта, который уже поздно им выходит. И понимают, что, скорее всего, игроки нападения все прошли вниз. Попытаются зайти к ним в спину. Пока что, как видим, здесь нет какого-то агрессивного чека. Но Гидрайт сразу ломится. Ооо, всё, ну это успех. Вот поспешил, поспешил Кристофер у нас. Но инфу дал. В итоге французы понимают, что их будут ждать. Они выходят на закрытый. Открывается первый RPK. С длинного. Вместе с ним в паре играет его тиммейт. Вот поддержку огнём. Должен был давать Смит заранее, чтобы законтролировать. Но не смог этого сделать. Разбирает Линдберга интересно. 2 в 2. Кеннис. Ну вот видите, АВП от Кенниса сработал. Это уже радует. И что самое главное, самое тупое в этой ситуации, то что Кеннис ставит бомбу, играя с АВП. Ооо, сейчас ему тут кабину могут проломить. Ну вот, да. Без кабины, конечно, обошлось. Но спокойно НИП взяли этот раунд. Вот на планете должен был бомбу ставить игрок с АК. АВП должно было стоять и бежать сразу куда-то на вилку. Они должны были применяться позициями или девайсами. Как-то попытаться это сделать. Потому что с АВИКом разыгрывать вот отсюда с точки с бомбы, это вообще край глупости, по-моему. Ну и вот Вэри Геймс начинает огонёк в глазах потихонечку гаснуть при счёте 5-1. Хотя там может быть много, что начало гаснуть, и не только огонёк в глазах. Всё-таки уж изрядно жестокий НИПы с самого начала за сторону Дефенса. Но мой прогноз опять уточню, уточню свой прогноз. Я считаю, что если НИП здесь выйдет на 10 раундах первой половине, или хотя бы даже за 10, да, то первая карта закончится достаточно быстро. Но если вторая карта Инферно, то вот 16, ну не знаю, 16-5, что-то вроде этого. Но в любом случае, я писал у себя на странице ВКонтакте, что ВГ возьмут здесь раундов, наверное, 15 или 16 как бы за две карты. Может быть мы это увидим. Но если они нас удивят и развернут НИПов, я буду только рад, потому что пока за три турнира это единственная команда, которая способна переворачивать шведский коллектив. Нет, ну она способна доходить до финала, но вот почему-то со шведами как-то не срастается у парней. Ой-ой-ой. Не, я думал это прострел, но это не прострел. Здесь Гидрайт принял всё-таки. Бомбу на рампах опять отдача по одному, снова пытались сыграть улицу. Но на этот раз тут плюс рамп что-то хотели сделать. А Кенни с зажимом минус 2 сделал на рампах. Идёт, нет, не идёт к бомбе. Это лол, это лол. И убежал. Открыл сына, ну и 6-1. Подарил раунд команде ниндзя пижамас. Пижамас! Пужамас! Как это называют. Все уже давно в них разочарованы, кто-то пишет. А, сталкер пишет. Зачем спасательные круги на планете Б? Ну я не знаю, спасать кого-нибудь. Спаси меня! Спаси меня! Знаете, вот бежит за вами какой-нибудь убийца по улице. И вы такие, забегайте на Б. Спаси меня! И вам такой круг швыряет гидрайт. И вы такие, эх! Заплыву! Заплыву, не забуду. И сейчас будет кавабанга. Кавабанга от Верри Геймс. Тачдаун на Б. Пробили со скрипа. Выходят на плент. Флешки при выходе. Интересно, интересно. Попытка дать контроль. Вентиля. Не удалось. Из девятки пытается открыться игрок дефенса. Вот едва-едва. Голова его только сошла. И минус три. Вот так надо было играть. Только вот почему-то позиция гидрайта меня очень сильно улыбает. Я не знаю почему и как он здесь оказался. Но это весьма странно выглядит. Если вы не находите. Потому что вот Смитс под ним. И сейчас, по-моему, что-то Форест с гидрайтом исполнит. Нет, нет, нет. Уволили Фореста в девяти. Не дали разыграть. Ну и гидрайт просто прячется. Что? Ниндз дефьюз. Нет. Не позволил он уйти. Минус один дал. Все, с будки его уже должны закрывать. Бомба сильно пищит. Вторая кабина пошла. Ну, насредял себе денег. О-о-о! Тут у него денег вообще двенадцать тысяч. Он сейчас даст просто три дропа Фрайбергу. Сразу на три раунда вперед. Чтоб тут бегал. Ну, это второй раунд за Верегеймс. Разыгрывали, кстати, обратите внимание, без прокиды через верх. Они просто тупо впятером побежали. Оставили одного на инсайде. Он последний был. Он немножечко... Он должен был тормозить рампой. В принципе, он там дал дыме, если я не ошибаюсь. А вот дальше... Вы сами все видели. Ну и снова Верегеймс берутся за старое доброе пошлое. Вот четыре улицы играть уже не модно, но они все еще туда бегут. Вот все знают, как они играют улицу. Но, видимо, они думают, что это непредсказуемо. Хотя здесь они уже, посмотрите, более внимательно сыграли. Дали изоляцию. Вот он, респект. Изоляция на мейн интересная зашла. Сами пытаются пройти под окна. Под девятку. Возможно, у них это получится. Им будет ассистировать вот этот вот персонаж. Как видим. Он будет простреливать девятку, наверное, если там работают какой-то контакт сейчас в ВГ. Они даже не... А, все. Они уже понимают, что, скорее всего, это проход под девять. Тоже встали в закрытой позиции. Будка играет на чек девятки. Инсайд, в принципе, запер также с Будки. И мейн никто не смотрит. Вот мейн они отдали. Сейчас придет плачка на А. Аркада скрип, гидрайд. Теряют гидрайд. Увы. Пуш от Гзиста на крышу. Минус НБК. И отрезающего лишаются Берри Геймс. Два в два. Параллельно умер планово Фрайбер. Кенни законтрил выход с Будки. И вот тут такая халява могла быть у Фиф Ларена. Ну, Фифочка, ну что ж ты. Ну, вот, видимо, Маркелов был прав этому парню. Надо много дефузить. Так, ну, тут интересно. Сейчас Форест может из-под девяти сыграть. Он, кстати, так и не понял, видел ли его чувак. Опа! Дается Экзистенс. Хорошая каска. Форест пошел тащить один в два. Его пытаются забросать. Две гранаты вылетают сразу в девятку. Он не догадывается, что один чувак снизу. И смотрит сразу на мейн. Как видим, расплох застал его именно с митца. Опять же, с позиции снизу. Так, второй раунд подряд от Верри Геймс. В итоге три очка всего есть у них в нападении. Уже вроде бы неплохо. Уже вроде бы не так все удручающе. Не дают они Нипам здесь гонять и набирать. Это радует. Это радует. Уважаемые зрители. Так. Так, давайте смотреть. Дальше до встречи в Верри Геймс. Очередной раунд. У Нипов, кстати, два. Вот экономика с этим раундом смогли подбить Верри Геймс. И если сейчас Нипа не возьмут его, то будут играть. Не, ну скорее всего Нипов сейчас попытаются сыграть закрытый раунд на закрытых позициях. Но пока, пока просто выжидают. Ну вот Фифларен будет ждать десанта. Вентиль. Фрайберг. Канал гейм-контроллерский. По прострелу инсайда с будки тоже за ним. Гзист. Аккуратно стоял примерно первые 30 секунд в этом раунде на будке. Но вот решил вломиться и занять позицию поагрессивней. Не, ну если не было быстрого выхода и прокида, то вряд ли сейчас прокид смогут подготовить. Вот тайминг ловит Верри Геймс. То есть есть у них шанс открыться и законтрить будку. Давайте посмотрим, чем это будет, чем это закончится в первую очередь. Смотрим. Гзист. Вольняет первого. Дет перестрелка. Сплунта забирает будку. И Верри Геймс просто упали. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну тут до контакта играли. Это глупо. Это глупо. Опять же, надо пытаться давать какие-то прогрены перед тем, как выходить на... Ну, по-моему, это элементарно. Ну, вот Верри Геймс решили на выкате сыграть. Ну, видимо, они подумали, что поймали тайминг. Никого в будке не было. Никто с мейной их не спалил. Они, видимо, подумали, что сейчас попытаются выйти, застать врасплох будку. Но они не ожидали, что там будет сопротивление ввиду трех девайсов. Плюс еще была хелпа с вентиля. И с девятки, вдобавок ко всему, в случае неудавшейся перестрелки дневников, они могли дать флэш и сыграть на выбивание плотно. Ну что, здесь, как видим, эко-раунд играют на сейчас Верри Геймс. Пытаются проломить Аплент, но пока что Гзист, Гидрайт и... Опять-таки, Гзист великолепный. Гзист получает MVP за этот раунд, за сбор этого эко. Без потерь разыграли. Против французов. Ну, вот сейчас Бай, и как-то яро Экзистенс передергивает оружие. Вот, сама фраза передергивает. Давайте посмотрим на статистику. 16 на 3 идет Кристофер Эллис, он 10 на 6, статистика Экзиста. Ну вот, 3 асиста есть у Гидрайта, видно, что не добил троих, не добил. Он дал демейджу больше 40 хп, это уже показатели. Первый размен у нас на улице происходит, несмотря на то, что в Эрри Геймс... Вот, нет, не на улице, не на улице, стоп, где Кеннис? А-а-а! Он не пошел на улицу с АВП, они решили сыграть здесь. Здесь, по-моему, был прострел, если я не ошибаюсь, или где умер труп? А, это была аркада, вот она, от стенки. Как раз, как раз на заходе приняли первого, Кеннис разменял. Вот сейчас у Эрри Геймс есть шанс играть нестандартно. Здесь пока что не догадываются о том, что это выход рамп. Ну, опять-таки, вот чувак, который играет в упоре на рампах, он умер, и инфы сейчас нет. Но Эрри Геймс должен это грамотно использовать и медленно, очень-очень медленно степом разыграть. В принципе, они сейчас это и делают, Кеннис будет пытаться открыться. И вот, опс! Ну вот кабину не получилось сдать здесь сейчас Фрайбергу. Ну, попал по ноге, 16 кп оставился в очередь, Фрайберг попал по Кеннису, 40 кп с него снес, идет выход на нижний плент. Здесь уже готовы не попринимать, неосторожная граната, десант от экзистенса и минус АК в пленте, забирает Йохансона, 2 в 3. Гзист бежит в аркаду с нуля, забирает радио, дает импульс сейчас о том, что он уже прошел. А вот его тиммейт Фрайберг не выдержал. Походу, психологически не выдержал, вынулся в аркаду, ну и шила в пятой точке, дало о себе знать. Казисту сейчас будет тяжело разыграть, конечно, этот раунд. Просто три позиции, которые реально очевидны, которые надо законтрить. Но вот дым на пленте, опять же, позиции РПК из этого дыма очень-очень опасные. Сегодня нам про это поведал товарищ Кирилл Карасев. Мы пытаемся попасть снова на Гол ТВ. Пока что безуспешно. Я бы даже сказал крайне безуспешно. Нет, вот, прогрузилась, прогрузилась Гол ТВ. Иногда выкидывает нас с этого Гол ТВ по непонятным мне причинам, но я надеюсь, что в будущем эту проблему как-то решат. Пропустили мы, конечно, бай, но давайте посмотрим, что все-таки так у Нипов будет. У Нипов кальты, у Нипов есть ИВП, это Форест, и Форест с ИВП это жестко. А, ну его... Короче, Фореста, Фореста оставили здесь на контроле, чтобы он убивал радио, убивал Кенниса, и пока что, как я понимаю, там сподвижек нету. Там весь движ на улице происходит, и сейчас я попробую вылететь и показать вам это. Да, он там за красным ящиком идет уже жесткая тусовка, игрока будут пытаться выйти Кеннис, открывающийся на мейне, и он ждет сейчас респаунд. Респенит ИВП, вот ангар не прочекали, и закрытая позиция Гидрайт сработала. Ну вот, Гидрайт так стоит опять же, потому что он знает, что играют в ВГ четыре улицы, и чаще всего они это и будут играть. Так, увидел ИВП, знает, что возможно... Да, ВУПО, идет РПК, не убивает Эли Сунда, вот пытался застать врасплох, но забажил здесь Гетро. Смотрите, какая пропрыжка интересная. Знает, что за красным авик, и сейчас попытается разыграть против него. Ну вот, ИВПО очень внимательно играет, и... Да, Гидрайт все-таки заспреил, дал флэш, чтобы не смогло АВП пройти и выйти куда-то. Еще одна граната от Фрайберга. Ну и Кенниса будут пытаться запирать со всех сторон. 5 в 1 на самом деле, можно посадить на нож этого Крэнделя. Но он пока что старается здесь еще как-то отбиваться, не подпускает к себе. Ну и Кзист был вынужден просто его застрелить за красным ящиком. 9-4, ну и НИП сейчас готовы брать 10-й раунд. Они выбивают все деньги из команды Вэри Геймс, и все разворачивается по сценарию 10. 10. Ну как все, вот на один девайс есть деньги, Экзистенсу дают этот девайс, так есть первый армор. Лол, они даже не дают, он просто купил этот калаш на морозе случайно, или все закупились. Да, и решили все закупиться, короче. Флэшки, деглы, дымы. Ну от одного девайса попробуют сыграть, тоже респект. Ну Экзистенсу денег на самом деле меньше всех, так что зря он, зря он так сейчас поступил с экономикой на предпоследнем раунде. Лучше бы сыграли ровный слив и попытались бы на 10-5 затащить эту половину. Как ни крути, но 10-5 был бы очень-очень хорошим счетом. Ну что, вновь атака по улице. Вновь они спокойно проходят до места назначения, до спуска в нижний плент, до спуска в длинный. Нормально контрят под девятки игроков защиты, не дают им сделать никакого выпада. НБК бонусом забирает Гзиста. Вот АВП от Фореста, давайте посмотрим. Давно этого парня не видел с АВиком. И опачки, не зашло убить девятку. И Веригейм здесь чуть-чуть подвезло с таким выходом минус от Смитса, с АВП, который он подобрал. Как я понял. Да-да-да, АВП Форест еще. Святой АВП Фореста. Не убил двоих, убил соперника, если подобрал. Ну и Фифларен. Я сомневаюсь в его индивидуальных способностях, что он здесь может взять что-то в этом раунде. Конечно, потащить бы он мог, попытаться. Но тут ситуация реально просто вслепую для него. Не знает ни одной позиции, кто где стоит. Они могут в твоем на планете сидеть. Ну и счет, как видим, 9-5. Пятый раунд берут Веригеймс. Последний раунд не будут играть с девайсами. При том, что у них фуллбай по гранатам плохо только у Фореста. Один дым у Линдберга. Ой, один дым у Элисона, он же Гедрайт. И у команды Веригеймс. Все хорошо, еще и денег в запасе осталось. Вот Экзистенс самый богатый, 2 250. Нужны ему будут эти деньги, наверное. Зажал, зажал. Ну и команда Веригеймс. Ну неужели это опять попытка дать тачдаун? Ооо, вот это пробивает Экзистенс отлично. Контроль Мэйн, Элисон закрывает Мэйн. АВП не вышло на плент, не реализовалось. И Кеннис забирает Мэйн. Его пушат с радио. Я жду фаззума еще одного. Ну что, задаст этот парень жару или нет? На него выходит Фрят. Но зумчик убивает. Ну вот не успевает перезарядить Девайс. Поразил он нас, конечно, своей стрельбой. Счет становится 10-5 в первой половине. 21 на 6. Статистика Гедрайта на этой карте. 5 MVP. Несомненный лидер после первой половины. Экзист 13 на 8. 2 MVP. И чуть-чуть... Ну и 33 по очкам. У Гедрайта уже 53 очка. Вот куда же тебе? Гедрайт, что ты делаешь? Прекрати. Вэри Геймс. Ну, Кеннис 10 на 11. Ну вот, по-моему, Кенниса, знаете, мне кажется, что если УВГ не зайдет, не дойдет до топ-1, или там будут какие-то проблемы в команде, Кеннис будет первым, наверное, легионером, которого попытаются забрать себе. Вот кто угодно. Кто угодно. Тем более, вот европейские команды сейчас, я думаю, все-таки будут играть... Будут играть интернациональными составами. МХО, я считаю, что вот именно здесь это... Именно в этой дисциплине это решит. Это решит просто вот собрать 5 талантливых парней в одной команде. Это, конечно, не под силу всем. Но, опять же, языковой барьер. Языковой барьер будет всегда мешать все. Да, плюс наигрывать надо. Но Кеннис, несомненно, талантливый. И в пятерке своих игроков он себя чувствует очень-очень уверенно. Ну что, первый пистолетный раунд от НИБ. Давайте посмотрим на схему их атаки. Два на инсайде. Контроль поджима с радио. Два улица. Ну, тут просто выжидание аркады и выжидание ошибочных действий от команды. Вы видели, что делают ВГ? Они пытались подсадиться вот на эту вот штуку. Идут в пульс по улице всей кучей, кучей. И просто это дело палится. Смитс минусует. И надо отходить после этого минуса. Да, ВГ принимает правильное решение. После минуса уходит. Разнесли кабину. Чувак в шоке. Товарищи из НИПОВ моментально засчитали это дело. И быстро действуют в сторону нижнего плента. Понимают, что здесь Дефенс просто не успеет подойти вниз. Но если успеет, то подойдет кто-то из команды. То есть не все пять человек. И с этим звеном еще можно будет в чистом преимуществе как-то побороться. Но, как видим, борьбы здесь не было. Просто тупо ставится бомба. В длинный влетает Верри Геймс. При том, что они все три с длинного. НБК. Винты минус от Фрайберга. Открывает счет в раунде НИПОВ. При том, что, боже, почему там каким-то он еще второй минус дает. Линдерг залезает в вентиль. Минус. Экзистенс. Оббегает в длинный. В длинный его, в принципе, поджидает. Но он спокойненько добивает красного РПК. Остается последний кеннис. Ну, вот звезда французского Counter-Strike Global Offensive. Сейчас должен здесь постараться для своей команды взять этот раунд. Но садится дефьюзить бомбу. Надо было дергать и забирать Фореста. Ну, вот попытка задефить и не принесла команде Верри Геймс. Первый пистолетный. Но, опять же, задумка была у них крайне интересная. Вот они... По-моему, просто пацаны поняли, что, да, бороться нам с НИПами никак. Давайте угорать. И почему-то решили подсадиться на скалу к атаке. Я не знаю, зачем они это делали. Но вот это выглядело так, что здесь на мейне был первый тип и второй тип. Подсадили третьего. И третий, видимо, пытался прыгнуть сюда, чтобы зачекать крышу. Но не получилось у него туда залезть. Ну, и НИПы, посмотрите, дублирует, по сути, свою пистолетку. Только уже имеет девайсы в руках. Опять же, закрытый стиль игры. Сейчас здесь против ЭК приветствуются. Надеются они на агрессию от Верри Геймс. Верри Геймс, кстати, укрепляют Аплент. И надеются на то, что атака пойдет именно туда. Но пока, опять же, сложно сказать, что будут делать НИПы. Потому что контактов еще не было. Но, скорее всего, не сыграет до контакта. А потом посмотрит по ситуации. Вот он первый контакт. Кабина от Смита в будке. Забрал Гидрайта. Не дадут ему, конечно, забрать Девайс. Он это понимает. Сразу уходит. Будка взрывается атакой. Девайс забирает тиммейт Гидрайта. И НИПы действуют по той же схеме, что и в предыдущем раунде. Играют выход на рамп. Но с опаской. С опаской поглядывают назад. Боятся они все-таки непредсказуемости. И нежданчиков от Верри Геймс. Ну, в финале чемпионата, по-моему, здесь все может быть нежданчиком. Ну, так, выход пошел на точку. Йоханссон, Линдберг и... Контроль. Полный контроль с НИПами. Ну, вот тут была возможность, конечно, у ВГ поджать НИПов. Но на морозе вообще убили Геймс и разломали последнего РПК. 12.5. Ну что, по-моему, эта карта по однообразному сценарию закончится, как и на Дримхаке это произошло. Сберут ее себе товарищи из коллектива НИП. Но на Дримхаке первая карта, напомню, игралась до ДАС-2 в финале. И там Верри Геймс выглядели более уверенными в себе. Здесь я не понимаю, почему они не могут бороться с НИП на нюке. Вот тут реально, тут уже, по-моему, можно отследить разницу в уровне игры. И, наверное, в понимании. Те же поляки в групповом этапе покачали НИПам кабины. И достаточно неплохо. ВГ, конечно, обыграли команду НИП. Но там больше лишалась стрельба. И вот в паре моментов... Там они могли поляки затащить, опять же, до счета 15-15. Ну, как минимум до счета 15-14 на второй карте. Там все закончилось на том, что Нео просто не попал прострелом в дым. Ну, стрелял не туда. Бомба дефилась. Там был морозный дефьюз. Вместо того, чтобы... Постреляться, как мужик, чувак стал дефить. Ну, и взял таким, этим самым, 16-й раунд для своей команды. ВГ, конечно, порадовались такой победе. Но я думаю, что на следующем ивенте от поляков следует ожидать уже мощной игры. Реально мощной игры. Увидим. Живем, увидим. Как говорится. Ну, не пусть что, по старой заученной схеме. Играют в сторону закрытого плента. Еще один ЭК, как я понимаю, делают сейчас в Эри Геймс. И посмотрим, насколько хватит НБК. Нет, он НБК чекает, падает в углу. Минус от Лендштрума. И заперли. А, по сути, остается РПК. Ну, и все ищут. Все пытаются определить местонахождение РПК. Ну, вот он проходит у нас спокойно на вилочку. Такой. Ути-пути-пути-пути-пути. Вышел, отчаялся, прочекал плента. А тут три дула в него смотрят. Лучше бы остался, либо поприкалывался. Угорал чуть-чуть. Ну, и 13-5, три раунда. Два раунда нет здесь, в принципе, до ничьи. И до первого очка в финале этой встречи троечка. Троечка. Берут три раунда, и это уже смелая победа. Это уже победа на первой карте. Вторая карта я не знаю, какая будет. Но сейчас я попытаюсь посмотреть. Если на Ищел Тверге доступна информация, то я надеюсь, что все будет четко. Сейчас я обновлю и узнаем маппул. Нет, первая карта Нюк. Вторая все-таки еще ТБА. Такое ощущение, что ребята по ходу турнира пытаются черкать карты и делать все возможное для этого. Так, давайте смотреть. Фрей, Фрайберг, Лайнстром. Мейн. РПК на контроле их. Ну, РПК даже не на их контроле. РПК здесь, опять же, пытается разыграть с Вентили. Выходит с Вентили, застает врасплох первого. Вот бы жим дал, был бы минус два. Но вроде ВГ как бы справляются по размену. Единственное, что сыграл внимательно очень Гидрайт и забрал как раз-таки парня с попаданием на девятке. Остается Смит, который пытается выйти на контроль и без шансов Форест его просто отстреливает на морозе. Вот это, конечно, это, конечно, НИП. Это доминация. Очень скучно. Очень скучно играет Вери Геймс. Могли бы хоть что-то придумать. Хоть какие-то полезные фишки, какие-то полезные бонусы. Разнообразили бы свою игру в защите, не знаю. Вот если уж понимаешь, что проигрываешь, а здесь, видать, парни точно понимали, что проиграют. Кстати, у Экзистенса нет ТГ Вери Геймс. По-моему, он... По-моему, от него избавится команда. 6 на 16 идет. Да не. В ВГ не нужно избавляться ни от кого из состава. Не, на самом деле, у них очень хороший состав. Они все хорошие стрелки. Просто я считаю, что им нужен, знаете, какой-то чувак, который вот им покажет другой взгляд на конкурс. Который перевернет их сознание в плане конкурс. Который перевернет их сознание в плане конкурс. Есть такой момент, что они играют где-то местами, ну вот, нелогично. Нелогично. Вот, например, Нипы сделают так, ЕСС сделают так, а Вери Геймс пойдут и сделают по-своему и проиграют раунд. Ладно. Няшка НБК остался последним, встанет в живых и не заметил игрока на инсайде. Это был Аэлисон, который играет сегодня в финале крайне великолепно и забирает последнего игрока дефенса, оставшегося в живых. 15-5. Разница в 10 раундов, катастрофическое преимущество за командой Нип. Ну и карту можно назвать, наверное, Дегидрайт. Дегидрайт. Вот раньше она называлась ДНО, сейчас ее можно назвать Денип или Дегидрайт. Ну, серьезно. Смотрите на статистику. Как разбиты Вери Геймс. 6 на 17, 9 на 19, 11 на 18, 9 на 19, 13 на 16. У всех статистика идет в минус 41 очко. Единственное, вот у Кенниса он хорошо играет на своих позициях, он хорошо разыгрывает при приеме там пуши какого-то, да. Но тиммейты его пока, по-моему, то ли не понимают, то ли не слушают. Тем временем Смитсу удается отстрелить рамп, но он все-таки выпустил туда атаку. И сейчас Гзист попытается пробить у нас суппорта под девяткой. Но там нет его. Там нет хелпующего игрока. Как, видимо, спокойненько проходит на хелп. Попытается, наверное, залезть на девять. Хотя я сомневаюсь. Безразмена, конечно, сейчас Непам будет очень тяжко. Но они, видимо, решили поиграть. I'm Terminator. Санит Экзист как плотно раскидал. Две флешки, первая, вторая. Залез спокойно в грядку, будка его контрит. Но он тут еще такой жим дает по будке, знаете, и не добивает. Ее нет. Убил! Убил НБК! Перевернул! Остается Гидрайт. Ситуация 1 в 3. И вот первый напряженный момент. За всю вторую половину. Есть шанс сейчас у Вэри Геймс взять этот раунд. Мантуется Гидрайт. По нему попадают. Оп! 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 Вот это вот башка была в РПК. Пытается баловаться с дверью. Ну вот его сейчас... Ой-ой-ой! Увидел! Увидел пиксель на будке. И эта ошибка выходит на будке. Но его здесь уже отстреливает Кеннис. 37 хп он оставляет Кеннису. Счет становится 15-6. Первый раунд берут Вэри Геймс во второй половине. Кеннис единственный игрок с плюсовой статистикой в команде Вэри Геймс. С плюсовой единственный, кто идет и трезво играет. Остальные, по-моему, как-то выдохлись, не знаю, на конец турнира. Но факт того, что здесь явно не хватает пацанам, остается фактом. Огромным таким, огромным таким нереальным фактом. Ладно, давайте смотреть, чем закончится первая карта. Это возможная концовка первой карты. Не фаст-выкотами, но сгзист есть. Попытка дать размен от Вэри Геймс. И они сейчас смогли справиться со скрипом. Опять же, вот дали дым в будку. И не открылся игрок атаки сразу на будку. Остается последний у нас Гидрайт, который пытается выйти и пошатать кого-то. Но его здесь спокойно разобрали. Без потерь играет раунд сейчас Вэри Геймс. По-прежнему 15 раундов у НИП. Но экономика-то у них не вечная. Хотя денег у них очень-очень много. 10 тысяч у Фореста. У Гидрайта там под 6 что-то было. 26 на 10 статистикой Гидрайта. Там сейчас пойдет 1 дроп или 2 дропа. Но это не важно. В любом случае бай. Можно просто сказать бай. И не парится. Ну и посмотрим, по какой схеме сыграют НИПы. 4 улицы они, конечно, вряд ли здесь задвинут. Но если задвинут, будет интересно. Да, на улицу уходит 1 Гидрайт. И Тони на улицу. Он идет на крышу. Это будет прокит и прогрен. Идет сразу на скалу. Не допрыгивает немножко. Ну вот, со второй попытки получилось у него залезть на эту трубу. Вот, ждет он поджима по улице. Аккуратно чекает все. Опять-таки это очень грамотный ход. Видит за красным игрока. Дефенс попадает по Кеннису. Кеннис, кстати, разыгрывает Сака. Вот было бы АВП, и, вероятно, уже бы не было. И, в принципе, без АВП Кеннис ему сносит. Сушка летела далеко и долго. Сейчас попытается Форест разменять той же самой позицией улицу. Ну тут как бы единственный вариант сыграть в размен по улице. Но он уже пропустил аркаду за красный ящик. Это проблема. Огромная проблема. Он ждет действия от Кенниса. Так, летит куда-то граната. Форест зафлэшил. Он присел, подождал. Да, видит то, что за красным игрок не кеннис. Идет там с ним активная перестрелка. Экзистус увольняет Фореста. И на одной позиции падают два игрока команды НИП. Не постаётся в меньшинстве. Звено атакует на рампу. РПК кладет первого. Второго. Падает бомба. И у Фифларна нет просто уже здесь никаких шансов на взять этого раунда. Он тоже ловит пулю в кабину. Счет становится 15-8. В Ригеймс разыграли уверенный девайсный раунд. Непонятно, что мешало им собраться на пистолетки. Зачем они пистолетки исполняли. Какие-то непонятные триксы, трюки. И она закончилась для них фейлом. Но здесь явно попахивает. Попахивает чем-то вроде. Очухались, но поздно. Ну НИПы тоже. НИПы сейчас попытались играть от размена. Изначальная задача так мне не была ясна, что же они хотели сделать. Так, затушили молотов дымом. Смотрите, полезли. Полезли на скалу втроем. А, они решили... Да я понял, ребят. НИП даже серьезно не играет. Они прикалываются. Они решили, посмотрите, они решили сразу просто Кенниса отжарить вдвоем. Вот, суппорт еще у них есть на улице. Да, и они по сути как бы могут... Могли вот вдвоем перевернуть. Но Кеннису уже досталось АВП. Он занял позицию на девятке. Не добрались до него. Не дал пройти к Зисту. Больше попыток шагов по улице не будет. Сейчас попытаются, скорее всего, разыграть тупо под флэш Шапленд. И давайте смотреть, что будет происходить. Ну, в девятку, наверное, залетит дым, как я понимаю. Так. Оп! Девятку уничтожает Элисунд прострелом. Фифларен. Вот жду я сейчас от Фифларена действий. Опять же, вот после флэшки Фифларена только станет ясно это или нет. Готовит флэш. И... Ну что? А, он ждет продвижения по улице. Полетела флэшка. И посмотрите, какая флэшка интересная. Сразу АП текстуры. Вверх падает вниз. И Флэнд белый. Идет врыв на девять. На девяти Смит справляется моментально с Гидрайтом. И АП Лэнд все-таки становится неприступной крепостью в исполнении команды Вэри Геймс. Времени остается 16 секунд. Последний у нас Фифларен. Но у него только флэшка в байе. И это экораунд от команды НИП. Но это будет 15-10. Это будет 15-10, если, конечно, сейчас парни не покачают. Нет. Бай, бай, бай. Бай играют. Плотный. Были деньги. Профтыкал. Мой косяк. Но от этого задача только интереснее у Вэри Геймс на самом-то деле здесь. Потому что, чтобы уронить экономику, нужно взять этот раунд. И если еще возьмут следующий, то там уже будет беда. Так, дым дается сейчас, интересно, на будку. Посмотрите, как экзистенс проходит сразу спиной, чтобы не словить флэшку. Обычно флэшка как бы дается накатом вот сюда сразу. Но сегодня я еще увидел одну флэшку при агрессивной атаке. Ее пытаются бросить сразу вот сюда. Вот тупо сюда. Тупо вы ее бросаете в плент. И тут все белое. Ну не все, но чуваки, которые рядом, точно дезориентируются немножко. Так, тут, по-моему, будут играть от Гидрайта сейчас. Это на фейк похоже. Не ясно только, у кого на руках бомба и где она вообще находится. Просто тут, посмотрите, Форест прошел уже в длинный. Здесь упал дым. Форест, конечно, после этого дыма не собирается в него заходить. Да, бомба у нас в нуле. Она у Гзиста. Подобрал он ее. Разыгрывает очень нервно через инсайд. Человек от Гзиста в припрыжке. И... Опс! Опс! Ну вот не зашло со второго... Со второй попытки. Три пули у Фрайберга. Но он, в принципе, знает, где находится сейчас один из игроков команды Вэри Геймс. Он дал им путь, что тот ушел вниз. Но здесь, как видимо, общая стяжка у ВГ прошла. И французы укрепили нижний плент. Это может им спасти немножечко ситуацию. Но с учетом того, что тут уже, как бы, преимущество команды НИП численное жесткое, вряд ли это поможет. Ну, не захелпили вовремя. Не зачитали. Ну и 16.9. Друзья, не берут 10 раундов игроки команды Вэри Геймс. У коллектива Ниндзи в пижамах. У команды НИПа. То есть, самой команды НИП с Гидрайтом Форестом Экзистом. Из Швеции. Ну и на второй карте, в принципе, будет решаться судьба. Судьба финала и призового фонда. Призов за первое место. Призовой фонд, кстати, 20 тысяч долларов, если вы не ошибаетесь. И, между прочим, я пытаюсь найти у нас в репортаже на CSGO StarLadder TV, где же там этот призовой фонд расписан. Хотя, он, по-моему, нигде не расписан. Известно только, что 20 тысяч долларов. А кто сколько выигрывает, непонятно. Ладно. Ладно. Счет 9.16 на первой карте. Мы вернемся к вам с продолжением гранд-финала уже на второй карте. Он, наверное, начнется минут через 10. Поэтому я оставлю 23.00. Ну и 1.0. 1.0 счет. Я пытаюсь его сейчас проставить. В пользу NIP. Ну, далее, наверное, будет DDoS 2. Я думаю, что все-таки на DDoS попытаются побороться. В ERIGAMES, наверное, нету. Карту пикнули. Хотя, велик шанс, что это будет инферно. Но, опять-таки, вот... И в твиттере приходит сообщение интересное мне. Пистолетка от ERIGAMES. Нет времени объяснять. Лезем на скалу. Супер просто. А тем временем, Карн продолжает рассказывать про шутманию. Продолжает рассказывать про различные шутеры. Про все, кроме CS GO. Но если будет турнир на миллион, опять же, Карн, наверное, примет в нем участие. Это не обсуждается. Я перезайду на GOAL.TV и поставлю перезапись. Музыка для вас, кстати, в перерыве. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...